всем привет друзья с вами дженнику и так сегодня у нас продолжение дэнвер лиги вчера у нас прошел топ-16 мы увидели 8 прекрасных матчей 8 матчей в которых напоминаю вам на вылет это сингл elimination ft4 все матчи соответственно вчера слабые особи отпали в кавычках конечно же топ-16 пусть не обижаются вот но остались только самые стойкие там сабы джеки не столь важно ну что ж я вас приветствую еще раз сегодня у нас играется топ-8 denver лига напоминаю это лига организованная ну непосредственно дэнвером и собственно он главный спонсор этой лиги 1000 долларов призовых сегодня на кону топ-4 получит эти самые 1000 долларов игроки прошли через групповую стадию round robin копили себе очки и затем выходили в топ-16 рейтингов топ-8 рейтинга каждой группы вот и после этого прошел плей-офф на котором эти топ-16 уменьшились до топ-8 это было вчера друзья ну а сегодня у нас топ-8 последний день я вас еще раз приветствую и очень скоро мы начнем напоминаю вам правило это single elimination это single elimination и это матчи все до 4 побед исключительно ft4 у нас топ-8 вышли следующие игроки это к ним они это night бродяга пока спешил макаран таки надо домастир китаны кан и супер позест из вчерашних самых пожалуй больших сенсаций самой большой пожалуй сенсацией является победа пока спешила над дизартидом это действительно было внезапно неожиданно и в то же время очень прекрасно прямо великолепный матч провел пока спешил прямо скажем сумел победить он дизартида несмотря на то что как-то вот сомнительный казалось бы выбор эра на блэка но видно что человек готовился к сабу этому самому и так сетка закреплена в сообщении так что на старт вега вы можете пройти и собственно посмотреть сейчас вы можете поучаствовать в голосовании кого вы считаете фаворитом в нашем ближайшем бою напоминаю это будет матч night бродяги против к ним они так потенциально это миррор матч двух саб-зир ну не удивляйтесь естественно саб-зира сегодня будет и будет достаточно много как и было вчера но персонаж сильный в особенности для онлайна напоминаю что пека мы играем на пк и мы скоро очень начнем итак друзья погнали к анимании против ночного бродяги два саба сейчас мы узнаем кто из них сильнее быть может кто-нибудь из них предоставит нам какой-нибудь сюрприз да нет никакого сюрприза конечно же нет сап есть сам интересненько смотрите как анимание он справа берет фуджина на первый бой напоминаю что здесь второго шанса не будет имеется ввиду проиграл вылетел это сингл эллиминейшн и это уже матч четверть финала и является он матчем за выход в полуфинал то есть уже за выход на призовые места напоминаю с фуджина начинает начинает к анимане на мое удивление не хочет он играть мир армач знаете сабы не привыкли к тому чтобы играть мир армачи начинает на этот бродяга очень очень здорово напрыгивается днер очка у вас бог вверх 2 но успел перебить в трейд к анимане поэтому нет такого прям серьезного наказания стаггер использует b1 сумасшедший вообще мух ничего себе флава сбоками машет на этот бродяга только так как бы показывает он сразу свой уровень я умею во флава сбоке и ты должен с этим будешь считаться тащит в угол ой 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 нету паниша сейчас вот на это бродяги поняешь от к анимане прошлом не стал палить так законфернить а чуть-чуть не доконфернил сейчас через заднёрочку но там брейковый уже накопился у на это бродяги закидывает проджектайлами ау почти почти на ветерок этот поймал наказывай чуть-чуть опоздал там пока дешил видите б1 не зашло паниш что эта смерть должна быть нет не стал фб сжигать к анимане на мое удивление сейчас и более того он ему даже не обязательно было фб сжигать и есть паниш да упустил к анимане он должен был не фб даже сжигать он мог крашенблоу сжечь на паниш и все и этого бы должно хватить но как-то он наказал невнятно 1 до сжим я верят понишь почему-то он крашенблоу не сжигать сейчас было бы идеальный момент для сжигания кашенблоу но это не менее к ним они бережет этот кб со стрим серии подъехал подъехал дар ты тоже вылетел вчера но его брат сегодня будет мстить как и надо это трейд зашло циклов хорош прочитано смотрите к ним они читает и тикс роуз интерактом гарантированный чип но даже в кит пропустил на это бродяга видимо подумал что бросать будет ткани они тут то было раунд отыгрывает хороший паниш очень аккуратно вы посмотрите каждый раз к ним они за и залезает со своим слайдов каждый раз это значит что это такой скрипт срабатывает у на бродяги вчера мы кстати говорили по поводу того что у него есть такая тема что иногда он как по какому-то скрипту работает f4 интересный момент то что этот f4 у сортира ну такой долгий но иногда он работает как антиер как ни странно отходит отходит к ним они ему не надо никуда торопиться опасно напрыгивался сканет на какой какой хорошая идея при помощи одни рачки все четко сделал кани и это 1-0 в его пользу неплохо неплохо внимание несмотря на то что он упустил свой шанс первом раунде прям откровенный шанс на паниш но тем не менее смотрите он адаптировался начал напрягать из что самое главное он не угадывает миксапы то есть он разорвал дистанцию он заставляет именно именно бродягу что-то предпринимать чтобы догнать своего оппонента но конечно же несколько здесь пожалуй что менять subzero насколько помню бродяге есть парочка персонажей вот тот же самый шоукан но все-таки основной чар это сап и не за 80 процентов времени он все-таки играл всегда за саба бросочек на старт делает к ним они один и ничего себе как зацепил слайдами еще один слайд здорово читает смотрите как читает к ним они эти айсболы слайдом подъезжают каждый раз и вип паниш шикарные он ждал этой напрыжки из-за вип паниша при помощи b1 это великолепнейший мид вверх 2 перебивает хани а вот сам тоже умеет выполнить блок вверх 2 потрясающе просто разорвал на части к ним они сейчас своего оппонента почти что на пиксель повисает и паниш все чекает на это бродяга все эти дешевые уловки саб-зиро ну типа слайд айсболы там d4 слайд и так далее есть паниш ой 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 а вот сейчас сам подъехал на блюдечке что называется к ним они за это получает еще и теряет позицию оказывается 43 процента дамага сносит на бродяга на веке вообще не не уважает совершенно хорошо 1 2 3 марш оп и девайзер помощи d1 бродяга жмет в углу а сам не поверил что джонки зацепить можно было там свернуть посмотрите как часто этот слайд пропускает на это бродяга я бы даже сказал слишком часто и паниш конечно же опять-таки крашен волн не стал палить к анимание он почему-то не палит этот свой крош в лоб хорошо воздух выигрывает все четко абсолютно четко с каждым раундом все увереннее увереннее к ним они забирают он настолько прям здорово читает ну понятно саба то он знает потому что сам играет за саба но здесь показывают такие чудеса адаптации можно сказать так что там у к ним они а к ним они окей окей и фивон таки я съесть окей пристать game объясняя объясняя что происходит там у к ним они какая-то проблема сейчас с управлением возникла поэтому ему нужно рестартить игру бывает бывает но тем не менее две победы в общем там что-то с гребами что-то случилось поэтому пока что небольшая пауза возникает вот пока пауза возникла сообщу кто сегодня с кем играет еще у нас сегодня так пока спешил сыграет с макараном таки надо сыграть с домастиром китана кант сыграет супер позестом это будут первые четыре матчи собственно четверть финалов вот ну а затем уже у нас ждут полуфинал так пока счет 20 тем не менее несмотря на какую-то проблему с управлением там у крайне мани он умудрился все-таки выиграть два боя даже в таком исполнении счет 2-0 напоминаю тупняк начался но бывает бывает а чё поделать так работает но тем не менее но тем не менее ему это не помешало выиграть сейчас 2-0 ну что ж посмотрим адаптируется ли бродяга ко всей этой ситуации напрыгивает сразу же бросок бросок и панишь конечно конечно машет неаккуратно бродяга вот за ним такое бывает что он как-то неаккуратно порой машет о хорошо слайд как а рандом слайд пацаны прям на рандом щеки на на рандомные какие-то опции перешел бродяга хорошо 1 2 3 сейф обратите внимание что b1 когда делает к не мани вот этот меч он именно хит-конфермент пытается точнее не пытается а именно хит-конфермент а когда в блок попадает по один удар и все останавливается оп я от бабушки ушел я от дедушки ушел и от тебя саб-зиро подавно уйду очередной раунд в пользу хани но пока что очень уверенно разрывает на этот бродягу панишь классика саб-зиро продолжает саб-зиро знаете как он продолжает страдать от своей же классики на на старте матча давайте слайд сделаем d1 1 2 3 на мое удивление на этот бродяга сейчас по жесткому не не нажимает на свои миксапы как он обычно это делал хорошо дистанцию такой отошел и b1 длиннющий напоминаем мид одиннадцать фреймов и фб сбивает хани мани да жестко 3-0 пока очень уверенно идет хани прямо скажем бродяга не рискует пытается не рисковать своими f2 b3 и так далее то есть миксап тайм типа еще не достал хотя хотя ну ситуация довольно таки критическая не знаю от чего он ждет возможно он боится пихать свои миксапы именно потому что хани мани то как раз таки их знает ну и плюс ко всему далеко не всегда бродяге удается просто напросто добраться до хани мани просто дойти до него а а а а а вы посмотрите ка берет джеки брикс джеки брикс по-моему одна из по моему единственный персонаж если я не ошибаюсь в игре у которой есть лгбт расцветка ну и лишь какое-то подобие ну что с назад 2-2 начинает начинает бродяга очень большой мид ну тут ох чуть-чуть опоздал сейчас кань мани видно было что хотел с антиэрить но опоздал но раньше я не видел чтобы бродяга кстати играл за джеки брикс но она начинает очень здорово антиэры и b1 на мите заходит вот кань мани оп 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 в углу оказывается а еще у джокера есть и у кейси ну как бы это принадлежность к особому клубу так сказать ммм ждет ждет но на самом деле фуджин это не такой уж плохой матчап против джеки брикс учетом его вот этого шутерка пик хорошо очень осторожным очень осторожным к анимане чтобы не пропустить этот пб найс антиэр и убивает да и еще и армор краш и на этот бродяга прям так вовремя сделал этот брейк а вей что натолкнулся буквально на его армор краш матчпоинт для каньи закидывает плазмой своей оп куда ты собрался как бы говорит кань очень стабильно антиэрит кань мани очень прям стабильно вот эта однерочка пихает угу кусочек ну и конечно же мобильность фуджина не надо забывать она просто превосходна в том плане что его вейф дэши какие то ну супер фантастические это возможно даже лучшие вейф дэши в игре ах хороший микродак был но не достал на пани сейчас каньи мани однако не смутило его это ой 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 пытается над бродяга кб получить угу вот эти ножки кб дают с выходом на комбу опа дэш панч продолжает бродяга знаете делать эти рандомные антиэвовые вещи и все это конечно же смерт да дожимает к аниманию довольно уверенно такой мне что джеки мне что сап не важно совершенно не важно ну что ж таким образом на это бродяга покидает наш турнир его результат пятое место каньи мани более чем уверенно его обыгрывает так 4-0 и таким образом каньи мани выходит в полуфинал так ну а на это бродяги спасибо большое он заменил сента напоминаю вам сента который выбыл ну по причине того что короче по причине работы так а у нас впереди следующий матч это око спешл против макарана да делайте ваши ставочки око спешл герой вчерашнего дня настоящий я бы даже сказал не то что герой а просто столб он вчера показал просто умопомрачительную игру за аэрона блэка против дизартида он выбил дизартида из турнира и это было ну дико круто вообще ну а макаран понятное дело это игрок за скарлетт из австрии очень сильный игрок за скарлетт тот человек который ну в общем то показывает за скарлетт какие то нереальные чудеса ну и вчера он в общем то уверенно достаточно обыграл обыграл Дэниэля который играл за люкана за люкана и джеки брикс зачем говорить у кого ну ну как народ должен знать своих героев макаран окей окей а рекреять так пока спешил выйди из цига все все вышел так макаран там кнопочку не успел нажать может быть это значит что его реакция уже не такая как раньше народ кому надо узнать да народ и так знает ребят еще раз всем привет всем добро пожаловать это лига денвера финалы сегодня проходит пока спешил против макарана у нас второй матч сейчас начнется потенциально у пока спешил на самом деле много персонажей и он под каждого чара берет какого-то своего но смотрите против скарлетт он берет джонни кейджа что же касается макарана но это всегда только скарлетт ну то есть он никогда не берет никого другого по крайней мере я никогда не видел чтобы он брал кого-то кроме скарлетт и причем умудряется умудряется на этой скарлетт ну просто невероятно круто тащить невероятно аркатос в сша поэтому нет его его здесь нет так хорошо начинает пока что угу найс метр сжигает брейковый сразу же отдает макаран оп d4 очень хорошая d4 кстати говоря у джонни кейджа она прям ну практически моментально регаврится пока спешил как раз таки изначально знаменит именно джонни кейджа так ой ой паниш конечно конечно есть паниш не стал метр сжигать пока спешил на разин старе у него это всегда такая знаете проверочка проверочка на реакцию будет респект игрок или нет то есть если он делает райзинг стар он делает без метра соответственно ансейфовый но поскольку противник ждет этого райзинг стара что будет усиливать то он и не лезет на паниш брейковый не отдает на этот раз макаран это такая проверка от пока спешила и сейчас макаран показывает что он эту проверку проходит дадим ага айс о господи так отлично смашет этой длинной ножкой и вот он фуксер с дели от макарана стрейд ничего себе плеточкой то далеко достает макаран угу сразу перри вкачивает все дозонил дозонил здесь уже пока спешил конечно не самые сильные зонинг инструменты в руках у Дженни Кейджи понятно вот эти зеленые сопли которыми ой ничего себе как здорово макаран сейчас флокверк 2 прожал но там дальше лезть просто не стал после первой заблоченной первого заблоченного удара пока спешил посмотрите как пока спешил хит конфермет прекрасно прекрасно ожидал он чтобы О, господи. Ожидал Пока Спешл там на... Брейковей. Рассчитывал, но его нет. Угу. О, еще и пропускает. Ну, на дэше поймал. Да, вот это нельзя было пропускать Пока Спешл. Хороший клава с блоки. Оу, но плеточка. Б4. Далеко достает под секант. Этот свип. 1-0 в пользу Пакарана. Пакурана. Макарана. 1-0 в пользу Макарана. Но Дженни Кейджи не меняет. Тем не менее, Пока. Вообще, Макаран раскрывает Скарлетт очень здорово. Сильные ее стороны. А они есть. Они есть. И не только в выгодных ей матчапах. Как вы видите, у него тут блокпорт, этот телепорт. Берри и так далее. Он очень здорово адаптирует. Очень быстро, скажем так. Адаптируется. Угу. Так, штайльчики. Ну, не надо забывать, по всему прочему, что Скарлетт это еще и достаточно серьезный такой сильный зонер. Поэтому зониться с ней такое себе удовольствие. Только если у тебя хорошее преимущество по ХП. Ах, почти забег панишал пока спешил. Но он с хая начал. Начал, поэтому, видите, где-то проволоку не поймал. Аверхед. Периодически пихает Макаран этот анцеповый оверхед. И еще оверхед. Угу. Удивительно, что я вот даже так сходу и не припомню случая, когда Макаран хоть раз этим оверхедом в блок попал. Ну, то есть он всегда так прям разводит на этот лицат. Метр? Конечно. А, нет, даже метра не понадобилось. Просто убил аурой. Макаран из Австрии. Ты что, флаги, флаг Польши, что ли, или Латвии? Латвии, ладно, он чуть-чуть похож на Австрийский, но Польша-то вообще другой флаг. Там он белокрасный и с двумя полосами, не с тема. Мтджамп и прессит. Не надо забывать, что Джонни Кейдж это прежде всего прессинг чар, и сейчас мы это как раз таки и наблюдаем. Угу. Отсасывает немножко ХП. Ох, паниш! Скарлет. Ага. Так, Брековый отдает тут же. До верного разыгрывает Пока Спешл. Вот в чем его преимущество. То, что он именно... Именно на хит-конферме надеется. Он никогда не надеется на простое какое-то решение. Угу. ББ вкачивает Макаран. Много дамага сейчас будет, но не убьет пока что. Ах, подъехал. Подъехал. И причем решение было в принципе правильное сейчас у Пока Спешла, потому что он подъехал своим шадоу-киком, рассчитывая, что Макаран сделает projectile, и он в контр-хит заедет. Но, видите, Макаран сделал дэш назад, и поэтому он оказался вне зоны доступа этого шадоу-кика. Итак, и так. 2-0. Ммм. Пришла пора расчехлять какие-то серьезные... Какие-то более серьезные варианты, как бы говорит Пока Спешл. Вчерашнего его Эрона Блэка мы все видели, и все восхитились им. Он великолепно сыграл вчера за Эрона. Ну, посмотрим, как он сыграет против Макарана. Угу. На стаггер чуть-чуть нажимает Мако. Тоже очень хороший B4 у Эрона Блэка. Вы посмотрите, в плавном сбоке фигачит только так Пока Спешл. Налево и направо. Ой, хорошо поймал ведь Пока Спешл. Но не сконфернил. Однако Пока Спешл делает Пока Спешл. Оп. Скатшот. Напоминая, Скатшот, он не перебивает Тентакли. Ой-ой-ой. Понял Макаран, что опаздывает с Панишем, видите, поэтому не стал. Он ждал, на самом деле, усиления. По всей видимости этого Дроптика. Угу. Ох, Паниш, хороший, хороший Паниш. Вот Макарана. Ага, Аура, Метр. Вкачивает. Но пока что у Макарана, ну, таких прям больших проблем не возникает. Несмотря на то, что Пока Спешл очень грамотно все-таки играет. О, грамотная, красивая игра, флотлесс-блоки, футсис. Этого мало здесь. Угу. Макаран так просто не лезет. Ой-ой-ой, Виф Паниш, да, есть Виф Паниш, банку ставит. И хороший плаус-блок вверх 3 от Макарана. Все, убегает из лужи. Оп. Виф Паниш, да, хороший, очень хороший Виф Паниш. Брэйк-эвэй отдаёт Пока Спешл. Угу. 2-1, 2-1. И назад 2-2, скатшот. Сейф. Найс. Найс, какой бейт от Макарана. Метр качает. Хороший, жесть. Оп, оп. Кидается интерактами, ауру. Но тут, конечно... Найс! Хорошее решение от Пока Спешл. А пока махал там стринг-сериями Макаран, прилетел ему ФБ. Ну и, возможно, даже убьёт, кстати. И нет, не убивает. Пиксель оставляет. Уууу. Телепортнулся Макаран на Вейке. Ё-моё. Рассчитывал Пока Спешл слишком линейно добить. Ну, кавычка. Слишком линейно добить при помощи вот этой винтовки. Но он забыл, что есть телепорт. И просто-напросто телепортнулся Макаран. Обидно. Обидно. Почти что камбэк устроил Пока Спешл сейчас, но нет. Это тоже такой майн-гейм, знаете. Можно было винтовкой, конечно, добить. А можно было прочитать всё-таки, что будет этот телепорт. Блэкпорт. И, соответственно, на этом телепорте поймать на Поку. 2-1-2-1. Угу. КБ не стал сжигать Пока. Оп. Оп. Хорошо. Трейд. И снова 2-1-2-1. Хорошая серия у этого. У Эрена Блэка 2-1-2-1-2. Далеко до... Ну, так... Хитбокс такой имеет, что... Так просто не выбраться. Уау! Вот как нужно действовать против дроптика, друзья. Все, кто жалуется на дроптик Эрена, вот именно это и нужно делать. Именно флавлесс-блочить его. Если вы стабильно его флавлесс-блочите, все, это минус опция для Эрена Блэка. И сейчас Макаран как раз-таки показал, как это делать. И, о, господи, и раунд он забирает. Матч-поинт для Макарана. Жесть. Просто жесть. Хороший конферн. Еще и угол там использовал. Угу. Оп-оп-оп. ХБ. Да. Все непременно. Хорошо. Д1. Д1 и этот... И Перри. Скач-шот. Не стал реализовывать сейчас Поко Спешл, а Макаран и понял. Понял эту задумку. Оп, перестрелка. Смешно смотрится, когда Эрон Блэк перестреливает этот нижний проджектайл у Скарлетта. Ну, таких это момент, так сказать, не единственных. Таких много. Угу. Метр. Мало ХП остается. Ух. Д1, Д1. Ну что ж, дожимает. Дожимает Макаран своего оппонента. 4-0. Жесть. Жесть. Ничего не скажешь. Так. Наш звездный парень Поко Спешл сегодня, к сожалению, не смог против Макарана. Ну, не то, чтобы не смог ничего сделать, но не смог он его победить. Не смог адаптироваться. Дело в том, что он адаптируется, но Макаран тоже очень быстро умеет адаптироваться под все это дело. Ну что ж, друзья, таким образом, 4-0. Поко Спешл спасибо за участие. А мы идем дальше, друзья. У нас впереди Токенада против Домастира. Голосуйте. Делайте ваши ставочки. Токенада, Домастир. Так, все, вижу вас. Напоминаю вам, что так как Токенада, точнее, он брат Дезартида, то он играет с его аккаунта, а им так проще. Знаете, это два человека, Домастира и Токенада, у которых есть два брата, которые тоже, ну, у которых есть братья, которые тоже играют в МК. Соответственно, у Дезартида Токенада, они братья, у Домастира, Боди Каунт, они тоже братья. Ну и вот эти братья, они уже отлетели вчера. То есть вчера отлетел Боди Каунт в очень близком матче с Суперпозестом. Ну а сегодня, и вчера же отлетел Дезарт. Кто из двух братьев, знаете, будет кому мстить? Так что на кону не просто победа, деньги и так далее, на кону принципиальный момент. Угу. Никаких сюрпризов по персонаже, ну, в принципе, это естественно. Джеки Брикс против Саба. Ну что ж, погнали. Погнали. Тоже люди, которые наиграли, я уверен, друг с другом, ну, достаточно много. И должны прекрасно знать, кто на что способен. Как говорится, кто из кух. Оп, оп. Угу. Все. С F2 начинает таки. Таки. Не выпрыгивает Домастир пока что. Оу, брейк-эвэй сжигает Домастир. Естественно, это случайный брейк-эвэй, но такое бывает. Угу. 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 Чуть-чуть недоконфернился с Домастир, но это не менее бросок все равно. Надо сказать, что Домастир вчера достаточно уверенно прошел в топ-4. Ай, что, 8, извините? Ух. Как дотянулся своим Б1. Очень длинный хайк. Вот этот Б1 топор у Саба. И, недолго думая, вкачивает в потолблоу. Таки надо. Ну, хватит что ли? Да, ровненько хватает. 38,5% демэджа. Отлично. И первый раунд он забирает. Угу. С одной стороны, у Саба, вот эта воздушная однерочка, она очень хорошо все сбивает. Но с другой стороны, у Джеки она бьет дальше гораздо. Аверхед еще заходит. Все. Все. Смотрите. Найт-бродяга как-то стеснялся делать слишком много уж таких откровенных F2, B3, Mixup City и так далее. А, так и надо такое. А, что стесняться? Это же Саб. Делаем. Просто F2. Фигачим. Убивай. Угу. Найс. Хорош. Как говорится, если игра позволяет, зачем стесняться? Один ноль в пользу атаки. Угу. Да, мастер причем прекрасно начал, но постепенно, постепенно что-то как-то у него разладилось. Это, знаете, парочку миксапов пропускаешь, все, и ты не уверен уже в своих силах, не уверен в своих действиях, и тебе каждое движение твоего оппонента кажется каким-то, не знаю, каким-то не тем. Сверхъестественным. Ты боишься на что-то реагировать. Но, конечно же, все-таки домастер это домастер, опыта ему не занимать. Ох, F1 махнул. Угу. Не лезть ни в коем случае, когда Джеки Брикс над тобой в воздухе, потому что в любой момент она может сделать плазму, а потом может еще метр влить еще плазму, потом еще влить плазму, ну, короче говоря, вы поняли. Ага. Но к этому контролю воздуха и вовсе не слить, где спанишь. Вот домастера меняет сторону. К этому контролю воздуха и не стремится атаки, он стремится вот так вот антиэрить. И дистанция ему в этом позволяет. Ага. Чуть-чуть потебегаем. Так. Оп. Найс. Хороший. Хороший антиэр. Однерочка. Тут же конферн. Вайсбол. Но он все не снимет. Оп. Пиксель оставляет таки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как ошибается. Таки. Ошибается. Прожимал стринг-серию на мите. Адамастир сделал гитап ролл. Убежал. И просто смерть. И просто смерть. Угу. Да. Поплатился сейчас. Поплатился. Оп. Куда ты со своим слайдом? Интересно, что не доконфернил дамастир. Так. Бросочек. Оп. Оп. И в ту сторону рвет таки. Но. Это же Джеки. У нее нету. О, хороший. Плава сбок. У нее нету. Крашенблова с бросков. Поэтому можно смело угадывать. Угу. Паниш. Хорош. Прочитано. Прочитано. Блужа стоит сейчас. Таки надо. Ну, наконец-то она ушла. До дэмэджа больше не капает. Оп. Найс. Адир. Ой-ой-ой. И зачем? Зачем таки? Попытался прям, ну, законфермить. Но нет. Слишком он сейчас как-то не стаймил. Не надо было столь откровенно рисковать. И дамастир, конечно же, своих шансов не упускает. Очень равная битва пока что идет. 1-1 счет. Касательно того, как изначально были на группы разделены 20 участников. Изначально 20 участников в Денвер Лиге играло. Они были распределены абсолютно рандомным образом. Абсолютно случайным. Мы крутили рулетку прямо на стриме тогда. И определяли, кто куда пойдет. Кто с кем будет играть. Ага. 1-2. Оп. Т-4 перебивает. Дамастир. Оп. Оп. Брековый не отдает таки. Опасно. Ролиться вообще-то таки надо. Уже не первый раз это замечаю. И порой его на этом ловит. Слово. Однерочка. Бросок. Знаете, как будто в Street Fighter уже переиграл. Так и надо. Найс. Хороший антиэйр. А вот сейчас, обратите внимание, в прошлый раз он попытался законфирмить таки. И за это получил по лицу. И проиграл бой. А в этот раз уже так. Осторожный череп. Ой, как напрягает. Как напрягает Дамастир. Вы посмотрите. Ммм. Так. О, господи. Подошел. Пихнул B1. Так и надо. Ну, а уже Дамастир был в воздухе. И, соответственно, завив панишал при помощи плазм. Оп. Найс. Выпрыгнул из бросочка Дамастир. Оп. Аверхед. Угу. Не лезет Дамастир. Он очень осторожен. И угол. Угол и Саб-Зира. Это очень опасно. Бросочек. На дальний бионический прыжок сейчас таки рассчитывал. Видите, назад прыгнул с однерочкой. Хорошо. Рвет броски Дамастир. Да и так и надо тоже. Неплохо. Паниш. Угу. Есть паниш. Дивити-преймовым медом. На брейк-эвэй рассчитывал Дамастир. Но нет. Не отдал брейк-эвэй. И... 4 ФБ. Конечно. Конечно. Тут уже нечего экономить, знаете ли, в свой потолбок. Оп. 45% дэмэджа. Еее. Окей. Угу. Найс. Хорошо. 1-2. Д1. На поки свои прям хорошо. Поки свои реализует. Таки надо. Ой-ой-ой. Гитапрол. Поймал. Поймал. Таки надо. И КБ, конечно же, сжигает. Естественно, закидывает айсболами снова. 1-2. 1-2 заходит. Угу. Рестэнд. Аверкэт. Все. Замиксил. Замиксил таки надо. Вот оно то, что он должен делать. Миксапчики. Причем миксапчики серьезные. Мы начали 45 минут назад. Это уже третий бой. Естественно, в условиях онлайна миксапы и сабзиры нельзя на них реактить никак. Ты вынужден их только угадывать. Угадывать, либо вообще их не допускать, там, играть в кутсис и так далее. Но не особо верьте тем людям, которые утверждают, что они способны реактить на эти оверхэт лоу, на эти миксапы саба в оффлайн. Не особо верьте. Потому что мы уже видели множество профессиональных матчей с профессиональными файтерами, профессиональными игроками в НРС-байтинге, которые не реактят на это. Так что... Нет. То есть, рано или поздно реакция тебя подведет. Оп, в угол сам залетел до мастер. Атаки надо такой... Нет, я сам в угол хочу постоять. Угу. Господи ты, боже мой. Что делает до мастер? Все, прессинг включается. А ростик ловол в лок, но нету вверх-два атаки. Видите? Напрыгнул первый раз до мастер, заплабочил таки, напрыгнул второй раз, и он с задержечкой уже более поздно сделал удар. И убивает. Окей. Анти-брейк-ауэйт дэмэдж. Да. Да. Джеки. Ну, такое способно. Более чем. Угу. Найс. Оп, оп. Хорошо, метр. Метр вкладывает. Все. Ждет бионического прыжка атаки. Это прям откровенно ждет, я бы даже так сказал. И до мастер это, естественно, видит. Поэтому он так просто не напрыгивает. Мити. Мм. Флаусблок верт-3. Успел поблочить до мастер. Ага. Инициатива здесь очень важна. Ну, в данном матчапе, конечно же. Паниш. Окей. Угу. 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 Брейк-ауэй не отдает. Таки надо решать потерпеть. Оп, оп. 9 фреймов. И отверт. Хорошо. Есть конферн. По помощи слайда. Ой-ой-ой. Ошибается. Да мастер сейчас этим лоу. За что и получает КБ паниш. Окей. Найс. Мило. Интеракт. За интеракт взял. Все-таки надо. Вот. Я могу сказать, ребята, с большой уверенностью. Ой, паниш. Нету паниша, да мастер опоздал. Опоздал с панишем КБ. Ой, как так? С большой долей уверенности могу сказать, что вот этот вот интеракт на этой арене с щитом, когда берут щит, это самый дебильный. Интеракт, в плане того, что его по ошибке делают очень многие. Именно этот интеракт является самым часто используемым по ошибке. Угу. Мало хп остается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вифает. Ну, тут, конечно, не выжить, скорее всего. Здесь плазма, и просто можно стоять на плазме и ничего не делать. Угу. 2-2. Плазма Джеки Брикс сносит очень много дот-дэмэджа, с учетом того, что она может не одну плазму сделать, а несколько плазм. О, смотрите на картинку Джеки. Видите, ноги-ноги, Джеки, посмотрите. У нее, оказывается, ботинки с пальцами. Я знаю, что некоторые носят носки с пальцами, но ботинки с пальцами, это, конечно, наверное, какой-то особый стиль. Счет 2-2. Хотя, кстати, я где-то видел такие ботинки с пальцами, ну, вот именно что. Может быть, это такой особый стиль Кроники, и ей-то это не нужно, типа. Потому что это костюм, ну, костюм Кроники. Ну что ж, счет 2-2. На классическую арену переходят ребята. Арена Дэдпул. Мертвый бассейн. Д1. Оп, порвет дроссок. Все, не спешит с заморозочками. И обратите внимание, что перестал, так и надо делать рандомные слайды. Вот, как несколько раз... Как несколько раз он пропустил паниш от этого, да? Так и перестал делать. Угу. Дроссок. Оп, оп. Хорошо. Ой-ой-ой, мид пропускает, так и надо брейковые, не отдает все равно. Он очень экономичен в плане метра. Так и надо. Не хочет вообще отдавать этот брейковый. Ой-ой-ой, не лезет, не лезет он с этими прыжками Джеки, потому что понимает, в любой момент плазма может прилететь. Вот как сейчас. Угу, брейковый отдает. Ай-ой-ой. Вифнул B1, но не стал продолжать. Именно вот этот вот хит-конферн сейчас. Ах, хороший флот-блок. Но метра не было у таки, чтобы сделать верх-два. 10 секунд остается. И тут чиповать. Да. Ну тут... Ну тут сложно было хоть что-то сделать. Домастир, знаете, не из тех людей, которые пропускают какие-то рандомные флот-блок. Нет. Назад 2-2. О, есть флот-блок. Финайт. Найс. Хороший паниш. Угу. Увидел этот виф и, соответственно, продэшился и сделал этот паниш. Б3. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какая-то непонятная сейчас плазма была от Домастира, за что и получает он непременно наказание. Ммм. Оп-оп-оп. Хорошо. Еще бросок. Еще бросок. Ой-ка, бросает Домастир. Господи. И на мите тут же пихает мид. Ой-ой-ой. Катахист заходит так и надо. Угу. Один-два. Все, он этот раз порвал таки. Мало хп остается у Домастира. О, паниш. Иии, как-то остановился Домастир. Что? Просто он не прожал ФБ сейчас. Он сейчас должен был просто убить. Ай-яй-яй-яй-яй. Но все равно дожал, но лучше бы так он не дропал. Лучше бы не дропал Домастир так. Но это был такой дроп жесткий, друзья. Он зацепился в хит и не прожал ФБ. Он не прожал ФБ. Жесть. Еще так остановился, ну... Остановился как столб. И все. Жесть. Да. Но так и не сумел этим воспользоваться сейчас. И Домастир все равно забирает. Три-два. С ума сойти. Просто с ума сойти. Фух. Жестко это было, друзья. Ну, редко видишь такие странные дропы от Домастира. Но что поделать, что-то. Это все-таки... Мы все-таки все люди, знаете. Бывает? Бывает. Но в данном случае такой прям дроп очевидный был. Жесткий очень. И этот дроп мог стоить ему раунда, на самом деле. Ой-ой-ой. Сразу... Сразу начинает резво Домастир. И он знал, что будет гитап. Гитап ролл. И поэтому наказал. Был готов всаживать 9 фреймов. Умит. Ага. Оп. Приквы отдает. Ух. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Что такое? Что такое? Все разлагалось. Господи. Ну, онлайн. Бой продолжается. Хороший антир. Так. Бросочек. Ну и тут, конечно, дот-демеджа можно добивать. Если только таки надо, сейчас не сделает какой-то сумасшедший камбэк. Нет. Не сделает. Угу. Так. Это матч-поинт для Домастира. Снова он очень резво начинает. 9 фреймов мидс. Всаживает. Оп-оп-оп. Хорошо. Бросок. Угу. Д1, Д1. Окей. Ой-ой-ой. Что-то... Что-то расклеилось у Токенады. Совсем все расклеилось. И... На пикселе повисает. Да. И тут Мити. И... В перфект. В перфект. Там ставит точку в этом противостоянии Домастир. И Токенады... Проигрывает этот бой. Ну что ж. Токенады спасибо за участие. Да. Домастир выходит дальше в полуфинал. Ух. Да. Да. В последнем бою Домастир прям... Вот я замечаю. Есть какая-то такая тенденция что ли. Не знаю как объяснить. У Домастира. Когда бой последний. Ну или потенциально последний. Он начинает вообще прям жестко долбить. Долбить всех подряд. Почему-то... Как-то так у него работает. Я не могу понять эту логику. Но тем не менее. Так. У нас впереди следующий бой. Последний четверть финал. Это Китана Кан против Супер Позеста. Делайте ваши ставки господа и дамы. Так. Китана Кан против Супер Позеста. Что касается Супер Позеста. Вчера он весьма интересную игру продемонстрировал за Кун Лао. Между прочим. Он выиграл напоминаю у Боди Каунта. Хотя там вообще очень-очень близкое противостояние было. Вот. Что же касается Китана Кана. То он вчера выиграл у... У конька. У конька. Вчера Китана Кан сыграл за Сетрион. В последнее время, кстати, он на Сетрион, в принципе, да, и переключился. Вчера Китана Кан против Супер Позеста. Знаю, что у Супер Позеста не только Кун Лао в запасе. Там вообще у него несколько чаров. И есть из кого выбрать. А что касается Китана Кан. Ну, в принципе, Сетрион, ну, и так, топ-тир. Поэтому, в общем и целом, наверное, мы сегодня ее и увидим. Да, да. Даже не стал, знаете, долго думать. Ну, и Кун Лао все-таки. Кстати, Супер Позест последний российский, так сказать. Игрок, который остался на турнире. Сразу с пиньяты начинает Китана Кан. Пиньяты. О, господи, поглотил эту шляпу. Так. К слову. И хороший паниш. К слову. Сетрион вообще не страшна. Не страшна эта шляпа Кун Лао, которая висит в воздухе, потому что она как раз-таки стеночкой может поглотить просто-напросто. Угу. Четыре пиньяты, рестенд. И тут уже, да, тут уже гарантированный чип. И сделать уже ничего было нельзя. Первый раунд очень уверен за Китаной Каном. По сути, вот эту шляпу можно на реакцию поглощать. Ох. Прямо из телепорта забрала сейчас Сетрион при помощи своего болдера, лыжника. И КБ. Господи ты, боже мой. Закидывает, закидывает. Если хочешь преодолевать этот зонинг сумасшедший у Сетрион, то синепременно нужно слабо сбочить камни. Иначе она тебе этими камнями просто будет на блоке откидывать каждый раз пушбэк. Очень, очень сильно. Но пока что 1-0, причем очень уверенный 1-0 в пользу Китаны Кана. Без проблем он убивает Суперпозеста. Совершенно. Все у него заходит. И прессинг, и зонинг, все. Но, как говорится, когда они тащат Кун Лао, нужно брать голубого воина. Саб-Зир. Между прочим, вот этот вот дип фриз у Саба, это прекрасный инструмент против зонинга Сетриона. Что естественно, потому что он поглощает и лазер, и камни. Все поглощает на своем пути. Фланиш. Хорошо. Прочитал, что будет слайд Китана Кан. Наказал. И залесетил оскор. Окей. Пиньята! Просто в стенку. Там впилился сейчас как Крпозест. Ой-ой-ой-ой-ой. Выпрыгнул вовремя, но чуть-чуть не наказал. И хороший Вифаниш на этот раз. Первая ошибка Китана Кан. Сразу же он за нее поплатился этим Б1 Саба. Пиньята! И Ф4 прямо из телепорта собирает Супер Позест. Д1 и Ф2. Стандартная разводочка от Сетрион. На фикселе повисает. Оу-у-у! Как ошибается. И рассчитывал. Рассчитывал на этот рестенд. Сейчас на этот ресет Супер Позест. Потому что один миксап. И он бы отобрал этот раунд. При помощи КБ. Оп! Долетела заморозочка. Как говорится, где одна заморозка, там вторая. И КБ. Паниш, да. Чуть-чуть дистанции ошибся. И Брековейтед прочитал. Китана Кан. Сразу же делает армокраш. Ага. Хорошо. Митиллоу. И? Найс. Достал, но недоконфернил. Сейчас Супер Позест. Очень удобно то, что в нейтрал. Сейчас этот ветерок у Сетрион. Он на блоке, видите, в нейтрал выводит ее. Ммм, ты не я-то. Каким-то персонажем на это целый метр надо тратить. А ей бесплатно. Оп, оп, оп. Хорошо. Почти убивает Супер Позест. Так. Бросочек. Ага. И ФБ есть. Паниш. Угу. Доделал стринг-серию ансейфовую Китана Кан. Она заканчивается просто оверхедом. И, ну, иногда люди его съедают. Ну, вовсе не по незнанию. А именно потому, что привыкли, что его не конфернят. Ммм. Так. Аперкотом заканчивается Супер Позест Пиньота. Оп, КБ. Поглотил. Стеночка. И еще КБ. Просто два КБ подряд прилетело сейчас от Китаны Каны. Ужас какой-то. Ой, как пафосно. Она зависла в воздухе. Ой, жесть какая была сейчас. Бросочек. Но есть сейчас Фотал Блоу у Супер Позеста. Верх тряпается. Один миксап реализовать и будет смерть. Ага. Ох, куда полез. И чип, 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 чип. И Дэйл. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. 2-0. Очень близок был к тому сейчас Супер Позеста, чтобы забрать раунд. Но. Собственно, он и в предыдущий раунд был близок к тому, чтобы забрать раунд. Ну что ж. 2-0. Пока что. Но уже ближе. Но, конечно, когда два подряд Крашен Блоу в тебя заходит. Аж руки опускаются. Знаете, такой, блин. Твою мать, 2кб, да за что мне такое счастье. Я напоминаю, что победитель этого боя выходит на Домастира в полуфинале. Полуфинал это уже как раз таки, это уже призовые места. Ну что ж, поехали, 2-0. Ммм, цепанул вторым ударом стринг-серии сейчас Китана Кан, закидывает. Хотел флотлосблочить, но сейчас суперпозес, но... Ммм, ай-яй-яй, не достал. Хорошо. Оп-оп. И КБ, да, да-да-да-да-да. Как опасно, как опасно. Хорошо, есть флотлосблок от суперпозеса Паниш. Паниш КБ не стал сжигать Китана Кан, решил поэкономить, но оно и понятно, потому что здесь уже, видите, арестент и гарантированный чип. Либо гарантированный чип, либо хит. И то, и другое бы убило суперпозеса в любом случае. Ммм, подъехал, и КБ сейчас, да. Сжигает Китана Кан. Ага. Предусмотрительно, брековый не делает суперпозес, потому что в прошлый раз как раз-таки я вам съел армонкраш. Ммм, четыре пиньята и стенд. И F2. Не флоу. Ох. Повезло сейчас суперпозесу, что метра не было у Китаны Кана для того, чтобы усилить пиньятов. И бруталити. Ёпер мать. Жесть. Горизонтальным камнем пафосно заканчивает Китана Кан, и это 3-0. Да, жестко, жестко. Отыграется ли суперпозест? Это, конечно, тот еще вопрос. Пока что не видно, чтобы Китана Кан испытывал, знаете, какие-то проблемы. Остается на сабе суперпозест. Шесть. Это, знаете, мы видим сейчас четвертый бой. Нижней сетки нет? Нет, это сингл. Мы видим четвертый бой, и в трех из четырех боев мы видели Саб-Зиро. Тори еще будет. Оп, еще камень. Ох, пиньята. Пиньята на предикт сделал вторую пиньяту Китана Кан и пропустил. Несмотря на то, что, ну, его, то, что он на предикт сделал, это решение понятно, потому что... Очень много активных кадров имеет стеночка пиньята. Ф24 пиньята. Видите, надо очень, ну, как бы, очень внимательно следить и детектик, усиливает ли пиньяту Ситрион или нет. Пиньята на паниэш. Окей. Хорошо. Есть вал от бог. Есть ладер. Так. ПБ, всаживай. Всаживает суперпозритель ПБ. И, наконец-таки, отжимает раунд. Угу. Щитки там, я смотрю, прожимает Китана Кан, но в данном случае это... В этом не было смысла никакого абсолютно. Пиньята еще. Ага, поглотил, но метра не было у Китаны Кана. Найс. Хорошо. Набейтил суперпозритель. А где слайд? Не понял. Ну, ладно. Решил без слайда обойтись. Угу. Еще пиньята. Ой-ой-ой. Землетряс пошел в дело. Паниэш. Телепортнулся и сам не ожидал, где в Китаны Кан. Запанишил при помощи одного удара F2. Но остановился в итоге. Получился такой ресет на бросок. Ой-ой-ой-ой. Ух, как доехал. Просто последними кадрами буквально доехал сейчас суперпозритель. Но, тем не менее, все равно дожимает. Бегает от него Китана Кан. И, надо сказать, бегает очень и очень успешно. Матчпоинт для Китаны. Ох, промахнулся Лазера. Он сделал дальний, видите, не ближний. Ё-моё, столько вариаций зонинга все-таки у этой Сетри. Он не спустит. Мм. И паниш. Да, есть паниш КБ. 2-1-3. Ой-ой-ой. Еще 4 пиньята. Еще рестенд. И еще F2 на Оке. Не на Оке, точнее, а просто заходит на плюсе. Ну что ж, достаточно уверенный 4-0 от Китаны Кана. И Суперпозест покидает наш турнир с 5-м местом. Спасибо ему большое за участие. Интересный был у него вчера матч с бодиккаунтом. Но сегодня вот не получилось. Таким образом, у нас Китана Кан вышел на Дамастира. Канимани вышел на Макарана. И таким образом у нас, знаете, ни одного, не осталось ни одного российского игрока. Ну, имеется в виду с российским флагом. Хотя нет. Я правильно сказал, российского игрока. Итак, а у нас впереди полуфинал. Канимани против Макарана. Соответственно, Германия против Австрии. Канимани, Макарана. Тут я смотрел в чате. Канимани уже, может быть, ментально, так сказать, сдался в этом бою. Потому что, блин, говорит, Макаран. Макаран меня знает, как облупленного. Черт побери, не повезло. Но, тем не менее, посмотрим. Может быть, это была такая обманная тактика, чтобы Макаран расслабился такой. И да, все понятно, он уже сдался, я выиграл. Здесь уже основного своего чара берет Канни. Это Сап. Впервые вижу, чтобы Макаран металл-то по другим чарам, кроме Скарлетта. Ого. Ого, друзья. Ничего себе. Ничего себе. Макаран берет Ночного Волка. Да, он играл за Ночного Волка. Я помню его игры за Найт Вульфа. Но... Но это очень прям внезапно было. Пока Спешл, хорошо. Вот. Канни Мани. Ну, пока что очень резво начинает Канни Мани. Очень много ресетит, очень много рестендит. Д1, ага. Так, Д3, Джейл. И... Птичка. Птичка, напоминаю, она... Не позволяет оппоненту делать опции с метром. Причем, с любым метром. Ни ФБ это не может сделать. Ни метр вообще хоть как-то использовать. Ни усилить спешлый. Ни гитап роллы там. Ни верх-3, верх-2. Ничего не может сделать. Причем, эта птичка активирует ауру, даже если попадет в блок. Вот как сейчас, например. Ага. Д3 заджейлил. И 1-1-1. Так называемая автошим. Ай, набейтил Канни Мани. Набейтил. Хорошо, метр. Сжигает. Окей. Еще птичка. Найс. Хороший антиэйр. Но зачем-то закачивает комбу так вот макаран. Ой-ой-ой. Как подъехал-то. Ёлы-палы. Канни Мани. И на пикселе повисает. Макаран. У него есть ФБ. Оу. Промахнулся. Промахнулся своим... Этим роллом. Сейчас макаран. Выпрыгнул Канни Мани. И, соответственно, убил. Я напоминаю, это полфиналы. И, соответственно, матч за выход в финал. Победитель этого матча поборется за главный куш. Куш. Говорится, взялся за куш. Не говори, что ингуш. Но, тем не менее, не стал менять макаран ночного волка. Остается на нем. Но, видимо, видимо, они уже друг с другом играли. И, видимо, понимает Макаран, что Канни Мани хорошо изучил его Скарлетт. Угу. Угу. Так, и отдает все-таки под конец. Ф1-2. Очень хороший, далеко достающий 12-фреймовый мид у ночного волка. 1-1-1. Так. Заканцелил, заканцелил при помощи рефлекта. Ой-ой-ой, и паниш бросок. Окей. Так. Паниш. Угу. Угу. Один. Ай-яй-яй, дропнул Камбу угловую макаран. Эх. Эх. Он прям хотел на максимум сделать Камбулинку. Не через Д1, а через 1-1-1-1. Хороший классблок В2 от Канни Мани. Так, так, так. Найс. Аверхед заходит. И Ф4. Перебивает. Покает Канни Мани. Угу. Ауру ставит. Окей. Так. Метр усиливает. Ох, как в контр-хит влетает сейчас Канни. Угу. Птичку сбивает. Очень прям много... Ну, что естественно, на самом деле, очень много рассчитывает на свою птичку. Макаран. В этом есть, конечно же, свой смысл. Это понятно. Но, не менее. Канни Мани просто идет вперед, как танк. Ну и, судя по всему, Канни Мани своим, так сказать... Своими действиями в чатике набейтил вас на то, чтобы вы ставили на Макарана. Девяносто семь процентов ставок на Макарана пошло. На Канни Мани поставил только один пользователей, и то всего лишь 100 баллов. И так, друзья, все еще нету Скарлетт, но зато есть Джеки Бликс. Ха-ха-ха. Вот это да. Вот это да. Джеки. Мы словно осмотрим вторую часть противостояния таки надо и до мастира. Ну, часто неожиданно, неожиданно, что он Джеки взял. Угу. Т4 перебивает. Оп. Ходил. Хорошо. Угу. Девяти фреймовый мид. Найс. Так. Найс. Хорош. Бликвей отдает Макаран. Паниш. Набейтил. Набейтил Макаран. Ставит плазму. Конферн. Прекрасный конферн. И Окиземе убивает. Отлично. Отлично. За два. Ох, как ошибается сейчас. Ну, не то, чтобы прям ошибается Макаран. Просто ой-ой-ой-ой-ой. Дропнул комбу. ХБ комбу. Канимани сейчас. Угу. Д1. Лоу. Оп. Аверхед заходит. На инстанте прожимает эти топоры. Плюс. Ох, найс. Как. Бэкдешнулся и набейтил на этот девятифреймовый мид Канимани и наказал при помощи Б2. Прекрасно. Ой-ой-ой. Хорошо. Этвер. Сбивает. Здорово. Канимани. Аверхед... Ох, паниш. Угу. Есть паниш от Макарана. Но все равно мало у него хп. Однако это Джеки Брикс. Посмотрите. Все броски рвет Канимани. Канимани крайне... Ох, хо-хо. Хорошо сбивает Канимани. Да, и тут начиповать, да. Начиповал. Угу. Либо Дэниэль... Дэниэль... Дэниэль вчера отлетел еще. Угу. Сейв. Ай-яй-яй. С виф-панишем чуть-чуть опоздал. Хотя Крассандер по-моему сделал сейчас Канимани. Ой, вифнул дэш-панч. А? Угу. Аперкот. На паниш. Брейковый будет отдавать? Нет. Не отдает брейковый Макаран. Окей. Один-два. Ой-ой-ой. Найс. Найс. Хорош. Ой, какой компен шикарный. От Канимани. Очень здорово. Очень здорово законфернул. Интерактом тебе на. 3-0. Пользуя Канни. Но здесь уже с Джеки Брикс получше было у Макарана. Однако, видите, Канимани и к этому готов. Причем очень хорошо. Найс. Найс. Суб-зеро. Суб-зеро. А-ха-ха-ха. Скарлетт нету, друзья. Скарлетт нету. Не увидим мы сегодня звездную Скарлетт от Макарана. По крайней мере, не в этом бою. Взял он Саба. Раунд-клок. Да. Честно говоря, ну, я лично крайне удивлен по этому выбору. Но, тем не менее, есть Виф Паниш. Вот Макарана. Миррор Мач Саба. Это то, чего мы все так любим. Есть Виф Паниш. Прекрасно. Прекрасно с реакцией. Сейчас Канни. Ах, нет. Наказание от Канни Мани. Угу. Найс, бейт. Оп, оп. Очень далеко Б3 достает у Саба. Поэтому, видите, можно так на бэкдэше бейтить постоянно. Что, собственно, оба и делают как раз-таки. Найс. Убивай. Раунд отыгрывает Макаран. Неужели, смотрите, он нашел дорожку в финал? Угу. Д1, Д1, Д1. Три раза Д1 поржал Канни Мани. Пин, два, три. Еее. Ой-ой-ой, Б2 как сбивает сейчас здорово Канни Мани. Аверхэт. Оу, нет конферма. Слишком далеко. Ничего ж себе. Кросс-джамп зацепил и сам не ожидал, что зацепит Канни Мани. Так. Вверх тряпается. Мало хп и убивает. Да, убивает Макаран. И все-таки... Здесь уже формула сработала. Три-один. Саб против саба уже работает. Угу. Причем весьма неплохо. Однако, обратите внимание, оба игрока делают то же самое. Ну, то есть, вообще... Вообще то же самое. То есть, что один там бейтит на этот B3, что второй бейтит. Вообще, просто одинаково абсолютно играет. Но, тем не менее, Кантерпик меняет Канни Мани своего саб-зира основного на Кабальца. Итак, Кабал. Оп. Давай. Свой... Свой воздушный газ. Воздушный дэш. Угу. Есть брейк-эвэй. Но, вообще, брейк-эвэй, конечно, использовать против Кабала, это крайне опасно. Есть конферн. Это крайне опасно, именно потому что этот брейк-эвэй... А у него армокраш один из лучших в игре. Ой-ой-ой. Метр, да. Метр сжигает. Вы посмотрите. И Митти тут же с фу-скрина. Угу, да. Набейтил. Набейтил на этот анти-эр. Д1. Еще Д1. Ответный. Так. Ну, тут, да. Ну, тут подъехал слайдом, твифнул и, соответственно, Канни Мани зацепил кросс-джамп-киком. Воздух полностью здесь он, конечно же, выигрывает. Но, это понятно. Кабал с воздушным дэшем это сила. Это очень большая сила. Угу. Метр. Брековый не отдает пока что. Все, отдал брековый Макаран в итоге. Как летает этот Канни Мани туда-сюда. Ой-ой-ой. Ну, вы посмотрите, что хочет делать. Он просто что хочет вытворяет. Ё-моё. Очень плохое положение сейчас у Макарана. Одно попадание. И есть Вик-Паниш. Угу. Ну, да. Тут сложно было. Сложно было, откровенно говоря, Макарану. И, таким образом, 4-1. В пользу Канни. И он выходит в финал. Ну, а Макаран занимает третье место. Спасибо. Спасибо ему за участие. К сожалению... К сожалению, Скарлетт мы не увидели. Но, возможно, у Скарлетт еще меньше было бы шансов, нежели у ответного саба. Ну, что ж. А у нас впереди второй полуфинал. Так. Второй полуфинал. Это Домастир против Китаны Кана. Так. Домастир. Китаны Кана. Делайте ваши ставочки, друзья. На Твиче. Китаны Кан. Ну, что ж. Домастир, который прошел Токинаду. И Китаны Кан, который прошел Супер Позеста. Второй полуфинал. И матч за выход. Финал, собственно. Так. Никаких сюрпризов. Сетрион и Джеки Брикс. Но, стоит сказать здесь, что Сетрион это в общем и целом хороший матчап против Джеки. Достаточно хороший. Вопрос в том, как сыграет здесь Домастир. Поехали. Ммм, хорошо. Выбивает с воздуха. И дэш панч. Найс. Пока камень там доставал свой Титан Акан. Прилетел дэш панч в КБ. Ох. Снова дэш панч делал сейчас Домастир. Но на этот раз в стенку спилился. Ох. Просто сквозь камень пролетел. И сейчас. Это. Это тушка этого. Тушка Джеки Брикс. Вы видели. Просто сквозь камень. Но на самом деле здесь нет ничего удивительного. Я это не первый раз вижу. Да именно того, что активные кадры просто не успели на камне стартовать. Найс. Найс бейт от Домастира. Хороший дб. И первый раунд он забирает. Так. Хорошо. Закидывает. Ой-ой-ой-ой-ой. Unsafe with Tentacle Grab. Делает. И у Домастира, кстати говоря, дропается плазма. Мм. Найс. Хороший. Хороший. Антель. Китана Кан видел, что больше атакующего метра нету у Домастира. Поэтому он не мог еще раз зависнуть с плазмы. Вот такие паниш. 2-1-3. КБ. Угу. Так. Броском зависеть не хотел, но нет. Порвал Домастир. Оп. Хорошо. Пиньята. Навив паниш. И забирает раунд Китана Кан. Отлично. 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 Угу. Так. КБ. А, нет. Извините. У него же нет КБ. И миксапчик. О, Домастира. Домастир-то свой КБ на Дашпанче уже в первом раунде потратил. Все, отыгрывает снова зоню, дистанцию Титана Кан. Но это же Джеки. У нее есть бионический прыжок. Ой, ну как тут выжить? Никак. Здесь можно просто смотреть, как ты умираешь. Потому что ты в углу против Джеки, которая ставит лужу, а у тебя пиксель. Ну и, собственно, что ты сделаешь? Любое движение, ты наступишь в лужу и умрешь. 1-0. Пользую Домастира. Но все равно, Сетрион от Китаны Кан все равно достаточно неплохо играет. Вопрос в том, видите, как удержать на дистанции. Все дело в том, что Домастир, он использует любую, так сказать, паузу, любой эпизод. И читает оппонента там, где... Там, где тот пытается контролировать этот зоник. Хорошо. В прессинг пошел Китаны Кан внезапно. Когда зонинг не работает, надо идти в прессинг. Д-4. Ой-ой-ой, есть паниш. Угу. И угол. Угол против Джеки. Она будет прессинг в углу. Я думал, что лучше. Ой-ой-ой. Рискну... Ох, нету паниша. Чуть-чуть опоздал Домастир с панишем сейчас. Одно попа... Да, да, вот оно попадание. Только хотел сказать одно попадание и смерть. И вот оно, это попадание. Выигрышный, по сути говоря, раунд от Китаны Кана, но... Стоило в угол зайти и все. Пиши, пропало. Домастир там уже избился. Так, налетает. Да. Слишком долгий землетряс. Для... Для мобильной Джеки Бикс. Да! Он просто влетел в этот ладер. Ой, жесть. Тут еще, на самом деле, играет момент то, что у Джеки Брикс в воздухе, когда она в воздухе находится, в бионическом брыжке, ее хардбокс, он, ну, немножко уменьшается и паниш. Да, есть паниш. Но тут смерть. Тут не выжить вообще никак. Ее хардбокс, он немного уменьшается. И он меньше, чем, кажется, по анимации. Об этом, ну, не раз уже говорили. И поэтому не удивляйтесь, когда кажется, что она влетает в лазер, а на самом деле не влетает. Хотя по анимации лазер зацепил тушку Джеки. Он зацепил, но, как бы, прошел сквозь нее. Это вот именно тонкости вот ее хардбокса. Все еще остается на Сетрион Китана Кан. Напоминаю, когда-то он играл за Синдел. Я не знаю, просто сейчас он играет за Синдел или нет. Потому что Синдел, в принципе, тоже неплохой матчап с Баншой против Джеки Брикс. Ну, опять-таки, наверное, уж ему виднее. Так. Так. Д4. И бросок. Но зато броски очень стабильно рвет Китана Кан. Хорошо. Хорошо. Ставит Ауру. Ой, Ауру ставит плазму. И убивает в углу. Да. Когда Домастир доводит до угла своего оппонента, там уже очень прям все плохо для Китана Кан. Угу. Иньята избивает дешпач. Все. От одного угла к другому. Но не надо забывать, что у Сетриона есть Телепорт. Есть вив-паниш при помощи плазмы воздушной. Оп, оп, оп. На вейке Джебы прожимает Китана Кан. 4 пинья от арестент. Ага. Так. Найс. Очень осторожен, Чейт. Домастир. Угу. Эк-2 заходит. Еще Эк-2 пихает Китана Кан. Все. Есть территория Фотал Боу. До верного прям до мастир. Как будто в шахматы играет. До верного разыгрывает. Этот эндшпиль. Ой-ой-ой, нет. Угу. И убивай. И все-таки дожимает Китана Кан. Ух. Не было разыгран эндшпиль. До мастир сейчас. И ко всему прочему, оба сохранили Фотал Боу на последний раунд. Угу. Так. Есть мид. Бросочек рвет. Ох, какой трейд. Нету плазмы. Найс. Отличный флаутбок вверх-2 на этот раз от Китана Кана. Ой-ой-ой. Как завис. Прям над стеночкой сейчас до мастир. Здорово. Угу. Машет, машет. И аккуратно КБ. Да. 2-1-3 в контр-хилд. Заходит от Китаны Кана. И ФБ он всаживает. Максимальный дэмэдж. Угу. И это 46%. Отлично. Так. Так. Но одно попадание нужно до мастиру, чтобы убить. Так. Ой-ой-ой-ой, как опасно. Чип. Да. В чип добивает уже Китана Кан. И все-таки он отыгрывает бой. Ух. Прямо... Прямо потно. Очень потно. Это знаете... Это знаете... Да мастир так... Стал доверного разыгрывать там. И такое чувство, что потерял кураж. На какой-то момент. И этим воспользовался Китана Кан. Ну, понятно. Здесь потерял кураж. Аля он хотел... На аккуратность здесь сыграть. Потому что понимал, что... Ситуация достаточно опасная. Станет ли победа в этом бою поворотным? Моментом этого матча. Сейчас посмотрим. На пиньяту сам наталкивается сейчас буквально до мастир. Ага. Еще пиньята. Еще пиньята. Паниш. Ох! Нету паниша Китана Кан. Как так? Да, не наказал даже панч блок. Знаете, и великие ошибаются. Что уж говорить. Назад 2-2 заходит. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот. Вот это то, что мы привыкли видеть от дамастира. Динамика. Но здесь еще проблема метр накопить. Угу. Так. 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 И... Встречает при помощи вперед 2-4. Китана Кан. Найс. Раунд 2. Файт. Пиньята. Еще. Ну, смотрите. Бой-то поворачивается в пользу Китаны Кана. И... Завис вроде бы хорошо, но все равно даже у Джеки воздушная ручка не достала сейчас по тушке Ситрион. Угу. Паниш. Да. ДКВ сразу отдает. Но 9-фреймовый мид на миде заходит от дамастира. Вот какой-то эпизод есть, когда дамастир динамику включает, и тогда он просто разрывает на части. Но, когда он останавливается, там, подкопить метр или что, вот, реально, как будто, какой-то кураж теряется у него. Угу. Замиксапить хотел сейчас Китана Кан. Каков хитер, а? Он вот эту стринг-серию сделал, и опцию 50 на 50 землетряслоу вместо оверхеда. Угу. Бросочек. Оп. Оп. Ага, паниш. На этот раз был готов к этому теху Китана Кан. Потому что дамастир очень уж часто использует этот интеракт. Найс. Хороший анти-рд4. Оп. Оп. Хорошо. Хорошо. Чуть-чуть КП остается у дамастира. Угу. Это Джеки. Не надо забывать это. И... Найс. Отличный микродакт. У нас сейчас Китана Кан. У-у-у. И еще и Брутальти. В честь первом недоголового. 2-2. Отыгрывается Китана Кан. Хм. Как говорится, хотите-верьте-хотите, нет. Но, тем не менее. Ну да, вряд ли будет менять Джеки Брикс до мастир. Раньше он когда-то играл еще за Люкана. Но... Мне кажется, сейчас в этом нет необходимости. И в этом нет никакого смысла даже. Ну, опять-таки, на мой скромный взгляд. Угу. Так. Оп. Хорошо. Лазер цепанул. Но очень стабильно рвет броски. Да, вообще-то это Кобои, можно сказать. Они оба очень стабильно рут на броски. Редко, когда бывает, не руют. Угу. Угу. Ой-ой-ой. Хорошо. Перепрыгнул эту пиньяту. Наказал здорово до мастир. И угол. Угу. Побейтил. Д4 не достало. Не такое далекое Д4 у Джеки Брикс. Поэтому не достал. И завихпанишал его Китана Кан. Найс. Как сбивает здорово бионическим прыжком. Ага. Так. Ой-ой-ой-ой. Еще бросок. И опять-таки не рвет Китана Кан. О, господи. Я как будто сглазил, ребят. Сказал, что хорошо оба броски рвут. И тут три броска подряд просто Китана Кан не порвал. Раунд 2. Файл. Да. Угу. Поглотил плазму. Да. Не надо забывать. Плазма тоже про джектал. Ее тоже можно поглотить при помощи пиньяты. Угу. Неважно причем какую. С земли или с воздуха. Найс. Как достает сейчас Домастир. Оп. Завис в воздухе. Ого. Ой-ой-ой-ой-ой. Как дропает Домастир сейчас. И Китана Кан наказывает его за это. Еще пиньята заходит. Чуть-чуть хп остается у Домастира. Угу. Бросочек рвет. И уже очередь Титана Кана. Аккуратно пытаться добить. Найс. Найс. Д1 в хит. Джейл. И Ф2. Отлично. Ммм. Хорошо. Напрыгивает с бионистским прыжком сразу же на старте. Хорошо. Оп. В целом знаю... Просто с фулк вина залетел за шпанчом. Знает, как этот... Хорошо знает Китана Кан, как противостоять бионистским прыжкам. Этим напрыгом Джеки. Он их... Достаточно часто антиэрит. Ммм. Вот как сейчас Д4 готов был. Он видит, что есть метр или нету Домастира. И что он может сделать. И поэтому если нет метра, сразу антиэрит. Именно так и надо делать против Джеки. Ммм. Отплывает назад Данэкан. Подолблоу есть. У Домастира. О, и ФБ. Да. Да. Цепанул. Сделал ФБ. Убил. Это смерть, конечно же. 3-2. В пользу Домастира. Причем на этом ФБ, кстати, было видно, насколько эти пальцы у нее тоже, ну, так сказать, на ботинках высокотехнологичные они такие. Не прям скругленные все, но, а вот как в стиле вот этого всего костюма. Ботинки с пальцами, капец. Неужели кто такие ботинки носит? Сейчас дима, конечно, но летом я, кстати, видел один раз на улице девушку, которая шла вообще босиком. Ну, то есть она этот, на ней не было, на ней не было ни ботинок, ни носков, она просто босиком шла прям по улице, ну, типа, не парить совершенно там. Это было достаточно забавно. Так. Еще пиньята. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Хорошо. Очень уверенно пока что. Начинает. Ф-2. 4. Заходит. 4 пиньята. Рестенд. И бросок на ресет от Китана Кана. Что-то я с тех пор, как я сказал, что игроки стабильно рвут броски, и даже и Домастир тоже перестал рвать. Ага. Найс. Найс. Зацепил лазеров в самый последний момент Китана Кан. Вот прям в самый последний. Тютелька в тютельку. Угу. Так. Назад 2-2. Нет, не достал. Хорошо. Держит дистанцию со всех... Изо всех сил Китана Кан. Угу. Есть Вифанеш. Он одеялся на свой F-2 сейчас Китана. И оказался в углу, ко всему прочему. Без брейка В. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, но метра нету у Домастиро пока что. Это и спасает Китана Кан. Еще бросок. Угу. Выпрыгнул на вейкапе. Так. И, да. И еще один... И еще один Вифанеш при помощи Плазмы. Причем одного и того же мува Китаны Кана. F-2. Матчпоинт для Домастиро. Угу. Угу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Весь метр сжигает Домастир. Пол ХП уже нету. Девяти фреймовый мид на миде. И Панеш. Ой-ой-ой-ой. Арморный интеракт делал сейчас Китана Кан. И прочитал это Домастиро и убивает. Да. И еще один Перфект. Серьезно? Жесть. Ну что ж. Домастир предыдущий свой бой закончил в Перфект. И этот бой тоже заканчивает в Перфект. Ну что ж. 4-2 в пользу Домастиро. Забирает он этот бой и выходит в финал. Уже под конец в последнем бою прям аж Домастир жестко сыграл. Так. 4-2. Таким образом Домастир выходит в финал против Кани Мани. Так. Против Кани Мани. Ну а Китана Кан занимает 3-е место. С чем мы его поздравляем. Китана Кан и Макаран. Они выигрывают призовые 125 долларов. Финал. Уже в финале разыгрывается за первое место 500 долларов. За второе место 250. Напоминаю вам, что финал идет до 2-х победных сетов. До 2-х победных сетов. Так. Это значит каждый сет, каждый сет до 4-х побед. То есть FT4 каждый сет. То есть игрокам, игроку для победы нужно выиграть 2 сета. И каждый из этих сетов до 4-х. FT4. Надеюсь, я понятно объяснил вам ситуацию. Ну и соответственно сейчас мы запускаем ставочки, друзья, на первый сет. Домастир и Кани Мани. Вот так. Поэтому сейчас мы увидим первый сет. Домастир после такого серьезного боя попросил небольшую паузу. Вопросов нет. Пауза у него есть, конечно же. Пускай отдохнет, передохнет, переведет дух после такого серьезного противостояния с Китаной Каном. Ну а пока я скажу, что у нас пятое место получается занимает Суперпозест, Токинада, Покаспешл и Найтбродяга. Третье место занимает Китана Кан и Макаран. Между ними не будет боя за третье место. То есть как бы призовые они получают оба за третье место. То есть 125 долларов. И я напоминаю, что сегодняшние призовые они обеспечиваются Денвером. Общий призовой фонд составляет 1000 долларов. Соответственно 250 долларов это второе место. То есть игрок, который сейчас проиграет. Ну и первое место 500 долларов. Интересно. Я вот сейчас смотрю таблицу. Интересный момент. Пятое место заняли Суперпозест Россия, Токинада Россия, Покаспешл Россия, Найтбродяга Россия. Третье место Китанакан Германия, Макаран Австрия. И первые два места это Канемани и Дезартид тоже не из России. То есть 4 игрока из России, они в итоге отлетели все. Никто из них не дошел до топ-4. Ну. Как-то так. Ну бывает, бывает. А что поделаешь? Что поделаешь? Так. Финал, друзья. Финал Домастир против Канемани. Ставки примерно равные. Ну и наверное это будет Саб-Зиро против Джеки Брикс снова. Скоро мы это узнаем. Итак, напоминаю. Финал идет до двух победных сетов. И это первый сет. Джеки Брикс. Саб-Зиро. Джеки, Джеки Брикс. Джеки, Джеки. Брикс. Шао Лин, Трап Дунжен. Второй сезон уже на МК-12. Этот МК-12 еще неизвестно когда выйдет. Может быть он выйдет в каком-нибудь 2026 году. Че, будем ждать до 26-го? Ох, сразу Савверхед начинает Канемани. Домастир начал с Наза-2, а Канемани как бы ай-айверхед пихнул. Если по сетам 1-1, ну следующий сет, третий сет будет. Что за вопрос? Если 1-1, будет и третий сет. Все же очень просто. Формула проста, это невозможность. Так, кусочек. Ох, найс, какой флаус-блок. Шикарно, блин, недоконферн, Канемани. Угу, вы посмотрите, как флаус-блочит. Все, Канемани, здорово. Ой-ой-ой, и сам не поверил в свой паниш, Канемани. Мм, Д-1, хороший. Хороший НТР, оп-оп-оп-оп. А вот сейчас прекраснейший конферн, Канемани. Канемани и раунд в его пользу. Раунд 2, fight. Угу. 1-2. Все. Подуспокоил пыл своего оппонента Канемани. Найс, хороший НТР уже от Домастира. И хороший конферн. Отличный флаус-блокерк 2. Смотрите, Канемани просто этими флаус-блоками вообще фигачит на левый и на правый. Ой, найс, ой, найс. Хорош. Есть конферн. Ага. Так, так, так. Паниш? Ах, нет, нету паниша. Выпрыгнул Домастир. Угу. Мит заходит. И в углу, в углу Канемани. Что один персонаж в углу, что второй персонаж в углу. Это очень неприятно. Очень осторожный Домастир. Найс, отличный антиэр от Канемани. Кстати говоря, оба крайне стабильно антиэрят. Ага, назад 2-2. И ФБ промахнулся. Бросочек рвет. Так. Найс. И да, есть конферн. Хорош. Крашенбл сейчас позволил Домастиру забрать раунд. Ничего себе. Бросочек. Окей. Этвер выигрывает Домастир. Паниш? Гликхоп. Рискнул с Гликхопом Канемани и за это получил. Очень хороший дамаг сносит Домастир. Посмотрите Домастир, насколько он аккуратно играет. Он просто несколько раз, видите, наткнулся на Флотбокверх-2. И сейчас он крайне осторожен и отлично встречает. Да, и это... И это анти-брейк-ауэй комба. 1-0 в пользу Домастиром. Угу. Хорошо. Пока все четко. Приспособился Домастир, причем очень быстро к своему оппоненту. Но это тут понятно. Что оба игрока, знаете, они быстро приспосабливаются. Способны адаптироваться в бою. 101-62. Ну и... В принципе, понятно. Ожидать смены персонажа в данном бою не стоит. Здесь все предельно ясно. С назад 2-2 начинал. Ох, ничего себе! Посмотрите, как векопнул к анимании и избежал этой классы. Лау. Прикольная теха. Угу. Все. Фуцис начался. Спейсинг. Д4. Так. Хорошо. И есть конферн от Домастиром. Уцепляет внимание своего оппонента. А потом врывается это он имеет. Ой, хороший антие. При помощи Д1. Посмотрите, насколько они редко используют... Ммм, ФБ! Опоздал с ФБ сейчас Домастир. И вивпания, шутка анимания, и эта смерть должна быть, да. Добивает. Так вот. Обратите внимание, что стали они очень редко просто так прыгать. Потому что оба хорошо антирят. Ммм, квикоп. А? Так. Клазно заходит. Те-те-те-те. Окей. 38% дамага. 9 фрейм в мид. Еще раз всаживает Домастир. Миди. Вот у Домастира есть такое. Он способен какое-то время вот с делейнгом делать мид. То есть способен какое-то время идти и потом этот мид всаживать, и он заходит. Потому что противник начинает лезть. Угу. Есть конферн. И найс. РТУ разбивает. Брейк-авэй не отдает. И фаниш. Какой шикарный брейк-авэй сейчас был от Домастира. Он так вовремя прям сделал. И запанишил. Хорош. Ой-ой-ой. Кантер-хит. Заходит Домастир. Из броска выпрыгивает Канимани. КБ? Нет. Не стал крошу блок палить. Хорошо. Есть конферн. Найс. Выбивай. Окей. Сейчас КБ спалил Канимани. И забирает он один бой. 1-1. Равная-равная битва. Оба конечно в углу показывают какую-то такую жесткую очень игру. Попробую выжить называется. Что один, что второй в углу просто душит неимоверно. Таркатанский военный лагерь. Та самая локация с любимым интерактом Домастира. Домастира. Угу. Оху. Сразу же начинает с рандомного слайда Канимани. Угу. Так. Д1. Аверхед. Нет. Поблочил. Домастир. И паниш. Отличный паниш. Вот. Канимани. Угу. Вы посмотрите, как брейковей вовремя делает Домастир. Он сделал брейковей прямо перед этим... Перед слайдом. И соответственно на рекавере этого слайда наказал. Он перепокивается пока что. Угу. Нету антиэра на этот раз на Домастира. Хороший конфирм. А... Нет. И добивает все-таки Домастир. Не до конфирма в прошлый раз. Канимани. Мог. Мог забрать раунд. Но возможно побоялся, что... Не сконфирмится. Последний удар. И мне кажется, что Домастир немножко запугал Канимани тем, что он... Так вовремя делает брейковей. Угу. Так. Хорошо. Оу, найс. Как подъехал. Один-два. Ох. Б1 пихнул сейчас Канимани, но не достал. А вот Домастир со своей воздушной ручкой на полкилометра достал. И девятифреймовый мид. Плазма. Оу, ФБ. Жесть. ФБ сделал сейчас Канимани, но он уже на плазме стоял, и она просто его убила. И он просто из... Из анимации ФБ умер. 2-1 в пользу Домастира. Забавно это было. Диву даешься порой, как забавно. Иногда выглядят различные смерти. Да нелепого забавно. Оу. Воу, воу, воу. Полегче Канимани. Джеки. Джеки против Джеки. Джеки на Джеки равно минут Джеки. Ничего ж себе. Классическое для Канимани розовое Джеки. Надоело ему за Саб-Зиро. Теперь пора расчехлять миррор матч. Конечно же набор... Набор... Их спешл совершенно одинаковый. Самые, что ни на есть... Стандартный. Угу. Так. Д4. Заплог изблочил. Но там вверх 2 нет смысла делать. Потому что с такой дистанции у Джеки она не достанет. Что со звуком? Вроде все нормально. Оп-оп. Хорошо. Так. Брейковый отдает все-таки Канимани. И да, пока спешл. Пока ножки. Угу. Назад 2-2. Так. Что-то пока что Канимани, знаете, не въехал в игру. Ну, в том плане, что поменял на Джеки. И пока что что-то не может войти в ритм. 9 фреймов мид. На вейкапе. Сразу же до мастер. Саживает. Так что, постоял, посмотрел, подумал. Угу. Самое смешное... КБ? Конечно. Самое смешное, что 2 Джеки Брикс. И они могут отличаться по цветам. Но суть в том, что если они закидают плазмой там всю арену, то непонятно, где чья плазма. Так, так, так. Ммм, ах, и ФБ не зашло. Не зашло ФБ у Дамостира. И... И дожимает Канимани. Ух. Да, если бы ФБ зашел, то да, смерть была бы. Ребят, чё, чё там, рассинхрон со звуком, что ли, какой-то? Или что? В чём дело? А, всё окей. Ну, окей. Угу, угу. Хорошо. Брек-эвэй не отдаёт Канни. Ай. Смотрите, как стагерит сейчас Канимани, а? Хитро. Пик-хоп. Так. Эр-то эр сбивает. Угу. Найс. Д-1. Очень осторожен Дамастир. Посмотрите, он прям максимально осторожен. Так. Усиление зашло. Спокойно. Одно попадание. Одно попадание нужно. Оу. На гитап роли ловит Дамастир своего оппонента. И это 3-1. Дамастир. Угу. Ну что ж. Близок был сейчас Канимани. К тому, чтобы забрать этот бой. Очень близок. Но, видите, когда ХП там совсем прям критически мало оставалось. Дамастир прям максимально сберегательный режим включил. Но, тем не менее, остается Канимани на Джеки. Тарказа, Варкад. панишь есть панишь но такое чувство что сам до мастер в это не поверил думал что опоздал наш хороший микродак а до мастира есть наказание о ее ее много-много к ним они пропускает но вот он девяти фрейма нет так близок до мастер к тому чтобы забрать первый сет а микродак вот до мастира здорово зашел д-1 жмет в углу до мастер себе комфортно и вы узнаете ли чувствует ой хорошо ой хорошо ищи сконфернил блин к ним они же равная примерно с а.п. разводит разводит до мастер до мастер снова осторожный режим включил ой 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 и убивает да ну что друзья таким образом 41 по сету первому сет 1 заканчивается в пользу до мастера ну и сейчас я 2 сет так и таким образом и таким образом до мастеру еще надо выиграть 4 боя начинает здорово понимание по крайней мере так но пока что кабала не берет нет ой 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 хороший анти эйр сейчас в понимании да и дожимает все таки может быть он спецом как бы отдал первый сет так знаете а уже с первый сет не спасти надо уже сосредоточиться на втором сете да сетку сбросил угу оу хорошо найс так до 4 ой ой 9 и фрейм эмит всаживает чуть-чуть не рассчитал дистанцию до мастер но вы посмотрите на вейкапе дэш панч в крашем блок всаживает до мастер ага 9 и фрейм эмит вот к анимании лужа и тут уже умирает да умирает до мастер от дот дэмэджа угу 1-0 пользу к анимании на этот раз ух сделал какие-то выводы к анимании видите сменил розовую джеки на желтую и сразу дело поперло это такой color check так сейчас парочку пару минут нужно пару минут друзья пока что пока что ребята в чате кто напишите кто смотрит турнир в чате чё там чё там со звуком все все нормально да все нормально хорошо а то что-то появился какой-то чел который говорит что что то не так ну что пока напоминаю что 1-0 в пользу к анимании во втором сете напоминаю что для победы нужно взять два сета два первый сет до мастер уже взял и ему осталось победить еще в одном сете а к анимании нужно брать уже два сета поэтому вот так вот сейчас разберется до мастер там с падом своим все извиняюсь за паузу ребята технические проблемы решены у одного из игроков на мастер против к анимании напоминаю вам напоминаю вам счет пока что 1-0 во втором сете первый сет выиграл выиграл до мастер первый сет выиграл до мастер со счетом 4-1 весьма уверенно ну и к анимании под конец пересел в итоге пересел в итоге на этого на джеки брикс тоже второй сет пока что ведет к анимании пока что счет 1-0 пользу камни но посмотрим посмотрим как справиться так напоминаю каждый из сетов ft4 ну естественно здесь уже к анимании не будет менять джеки джеки на джеки так погнали напоминаю счет 1-0 пользу камни это именно второй сет оп выпрыгнул выпрыгнул до мастер все-таки d4 это да хорошо достает и промахивает со своим бешпанчом потому что слишком высоко был к анимании на этот раз угу угла доводит хане паркONG лужа Colomb age вызывет comercial 2 залетает типа как он анимании но он на лужу стоит очень много ддэмэджа капает однако либо великолепн великолепна забирает раунд анимание ну что ж ребята это грабеж грабеж и был сейчас но он не убил он не убил и просто они закидывают друг друга плазмами но плазма до мастера не достала а плазма к ним они достает почему 1-0 в пользу к ним они это второй сет это да сбивает какой близкий был первый раунд а бросок а вот второй раунд уже не такой близкий бросок и мити до мастер пихает ну потому что защитного метра уже не было у к ним они и в итоге там этот мид бы гарантированно бы зашел в блок и он гарантированно бы ножками уже начиповал потому что у джеки есть этот кашел с нотками которые много чипа сносит так про и кВ отдаёт до мастер чтобы кб не жечь не есть ой-ой-ой на ровном месте просто на прыжку пропустил сейчас до мастер мне кажется к ним они сам обалдел от такого так нету дошпанча до мастера так еще плазма уж дал ждал прямо этой напрыжечки до мастер как сантил здорово ой-ой-ой вся плазма мимо пролетела так бросочек лайфлид пока на стороне к ним они но у до мастера уже фб накоплен так 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 оп и до дэмэдж до дэмэдж прыгал вокруг да около до мастер а к ним они просто стоял собственно этой лужи и смотрел как куда мастера капает хп на каждом приземлении так забавно вообще 20 пользу к ним они весело весело но первый раунд был просто невероятно близким там все на таком пиксели было причем у обоих и там чья плазма быстрее сработает вот в чем был вопрос сразу назад 22 начинает до мастер nice хорошо очень стабильно терет понимание кто из игроков первым девяти фреймовыми вопрос 4 метр да метр сжигает и брековые отдает внимание однако он не стал плазму пихать до мастер что интересно мне кажется он ожидал дешпанчановый кап так нет не стало терять до мастер на этот раз так что территория одного по сути попадания ой 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 нет не убил найс как микро дакнул к ним они здорово служите здорово микро дакнул этот бросок и наказал как он прочитал то вот это паниш ну да так залетел нас есть фаузбок вверх 2 а вот понимание вообще очень редко этот фаузбок вверх 2 заходит по-нормальному у джеки брикс ой 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 ну тут не выжить тут не выжить уже все плазма и да просто сделай плазму и стой в ней до последнего стоит и сиди с блоком попытался фб при помощи фб зацепить до мастер но понятно к ним они этого ждал 3 0 слушайте что-то в ответочку то 41 до мастер забрал первый сет но второе сет в ответочку к ним они прям 30 ну что-то мастер думает да ну да ну а ю кирин ми джонни кейдж ничего себе вот это да очень очень неожиданно честно говоря так так чем глава за мастер путка не мани и лизерс так эту эр сбивает однако брековые отдает сразу на мите фигачить до мастер трейд оп 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 хорошо в углу держит до мастер своего оппонента эмпти джамп лоу точнее эмпти джамп д-1 два персонажа у которых нет крошинг лоу на бросках поэтому можно угадывать смело очень-очень много респектит до мастер и девяти фреймов мид всаживает к анимании даже не стал брейк-эвэ отдавать до мастер понимал что здесь уже сложно будет камбэкнуться в любом случае так ну что в одном раунде от победы в этом сете понимать так брейк-эвэ отдает ой-ой-ой найс d4 так 9 фреймов мид всаживает хорошо очень-очень все плохо у до мастера сейчас он оказывается так смотрите как осторожен к анимании сей ой-ой-ой и пб всаживает пб до мастера да он не заканцелил это в потолбол или у него или у него нету канцела на очки но не столь это важно в любом случае до мастер забирает один раунд потерял он в потолбол правда конечно же очки джонни кейджа это это реально такая тема что во-первых анти-брэк-эвэй дэмэдж во-вторых очень большой дэмэдж в третьих это не потеря не потери фото лбу паниш угу некрадакнул к анимании и это кб конечно конечно отыгрывает лайфхит очень большой уже к анимании ой-ой-ой еще плазму фигачит и это 4-0 4-0 в пользу кани в этом сете угу итак ну что друзья последний сет сет номер 3 кани мани против до мастира возвращается до мастер джеки до разорвал в этом сете кани мани прямо скажем итак поехали все последний рубеж друзья кто из них выиграет турнир кто из них выиграет всю эту лигу агъм Ммм Так Unai Xanứ community хорошо. ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёйй-ёй-ёй-ёй махнул 9-ти фрейман дамастир так назад 32 paragu угол нет рвет бросок до мастер найс найс микродак вот к ним уже стабильно вот эту серию он микродак и и наказывает стабильно за два и бросок назад окей плюс на блоке у фб делает до мастер сейчас но перебивает его к ним они однако не конфермет даже сам не ожидал но тем не менее убивает так 9 фреймов ответные 9 фреймов от до мастера машет своими миндами только так но еще бы мид далеко достает лоу крашет между прочим ах нет и дошпанча от до мастера так и совсем немножко хп остается на вейкапе джеба прожимает к ним они но метра у него нету чтобы продолжить камбу так оп оп и раунд забирает мастер равная очень битва идет ух найский коп сейф так все все плазмы закидывают прыгают 9 фреймами машет только так это дичайшая борьба знаете идет на за инициативу примерно равный ой 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 рано хп было было но сейчас преимущество заканимание и до дэмэдж капает и до мастера очень активно однако это территория одной комбы и вот фб садика беда мастер почему не садил фб и это 1-0 в пользу понимания да он пускает до мастер свой шанс прямо скажем потому что он мог садить потолблоу и соответственно сбить этот брейковый но тем не менее не сделал этого 1-0 пользу кани девяносто один процент ставок на хани мани и всего лишь 9 процентов на дамасиро вот она народная любовь которая очень быстро меняется на предыдущий сет были ставки 70 процентов на дамасиро оп хорошо сразу сбивает ткань ул на и слава сбоку 2 от дамасиро 9 фреймов кб сжигает он и при помощи до 4 останавливает ух апперкот страшен блог кани мани дэгв не отдает за мастер решает потерпеть как бы как как бы еще это терпеть ой-ой-ой поймал ведь что-то у них каждый раунд все так близко и вверх по и пб а вот к ним они фэб это не пожалел сразу фото лба убрать его избивает вот до мастера и забирая трав хорошо по нишах нет опоздал спанишем мастер так хорошо блок да есть кашу блок понимание и имити нет не стал митти пихать просто плазму чтобы еще и не тралжам получить ручки и 4 сбивает перебивает покает хорошая тир до классно закидывает к анимании и это 20 жестко пока что все идет внимание посвежее да я не думаю на самом деле что здесь дело в свежести как говорится свежесть белья заслуга моя вот поэтому скорее всего просто так игра идет довольно равная факторов много может быть факторов много но факт один счет 20 пользы к анимании вот в чем это знаете к анимании как бы свое главное основное оружие так сказать он приберег на конец это джеки брикс асап кабал это знаете все такое мишура о господи ничего себе джонтик цепанул шиска не так так браковой сразу отдал к ним они а нет не наказал на мастер бросочек и забирает еще раунд понимание чудо как-то все пошло знаете раунд туда раунд туда и что-то как-то да мастер не может преодолеть этот порог какой-то блок так d1 и бросочек рвет нас есть их понишь от к ним они спектр спектр и как выпрыгивает здорово дети премьер имеет так бросок сбивает до мастер хорошо сбил вверх 3 апается но да да очень грамотное решение от дома стира ведь с нейтрал джапа сделайте ножки чтобы как можно дольше удержать своего оппонента в углу где на нем действует аура 9 фреймами хорошо заходит так такая борьба за угол идет причем очень активная река вы отдает до мастер 9 фрейма слова и d1 специально как будто виднул чтобы девять фреймов закинуть вот тут уже ничего не сделать даже fb делай не делай но толку нету когда есть аура не аура точнее а плазм 21 отыгрывает до мастер один бой не просто прямо скажем отыграл но отыграл очень тяжелый матч не стал экспериментировать на этот раз к ним они джеки джеки до конца так внимание чем такая пауза просто но я тебе так скажу пауза которую до мастер взял хата в итоге на самом деле ему самому и навредила в итоге то есть по большому счету пауза то не в его пользу было так так вот есть confirm и коп и 9 фреймами такая стандартная разводочка мы уже видели неоднократно интересно неужели специально хотел так рискнуть до мастер так и опасная опасная ситуация так назад 22 заходит и плазма тут попробую теперь подобраться закидывает плазмой понимание ай-яй-яй нет все таки все таки нет попытался уже на последних кадрах этой плазмы залететь до мастер для того чтобы вот как раз плазма еще нет и он залетит но нет все равно нет ай-яй-яй-яй вихнул с назад 22 на мите сейчас до мастер и понимание за это сразу же наказывает при помощи 9 фреймами да очень-очень здорово так а почти 2 фанишал до мастер так ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой да и по долгу усаживает ну что этого хватит чтобы убить да этого хватит ну что с 31 друзья пользу к ним они ничего себе 31 а ну ребята в чатике знаете это так можно про любого говорить имеется ввиду там куча персонажей взять которые это самое типа надо убрать этого 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 так можно больше пол ростера убрать просто напросто таким макаром можно нужно убирать и персонажей с медовым это с медовыми 9 10 и 11 фреймовыми ну с 9 10 и 11 фреймовыми медами например например тоже не честные там не знаю еще кучу персонажей убрать убирать так 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 уху 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 ой-ойой на бейтин сейчас канни мани Так, Канимани остался выиграть один бой, друзья Так Найс, как набейтил, как набейтил Канимани И да, и это уже гарантированная смерть Ну что, друзья, это Торнамент Пойнт для Канимани Один раунд, ему остался до победы в этом турнире И вы посмотрите, какой Крестандер хороший И плазма На Кантерхит он рассчитывал Так Оп Д1 Хорошо Ой-ой-ой-ой-ой Как пропускает Домастир Домастир, Домастир, извините, понимание Брэкавэй будет отдавать? Нет, не стал Брэкавэй и гитап ролл и паниш Угу, угу ФБ? Да Есть Есть ресет и есть фотолбло от Канимани И таким образом, друзья, Канимани Забирает этот бой И забирает он этот турнир Не смог Не смог, не смог Домастир все-таки Противостоять в третьем сете Он взял, уверенно, первый сет Но Канимани взял в ответочку Джеки Брикс на Джеки Брикс И игра совершенно по-другому пошла И так, друзья, ну что ж На этом Наша Лига Денвера Подходит к концу Канимани Поздравляем его с победой Он выигрывает этот турнир И таким образом он зарабатывает Первое место Это 500 долларов Его призовой С чем мы его и поздравляем, конечно же Домастир же занимает второе место Тоже поздравляем Игрок на Джеки Брикс Второе место Это 250 долларов Китана Кан Занимает третье место Игрок за Сетрион Это 125 долларов Макаран также Занимает третье место Из Австрии Игрок за Скарлет Хотя сегодня он Скарлет нам не показал Это 125 долларов тоже Ну и пятые места У нас сегодня занимает Супер Позест Такинада Пока Спешл И Ночной Бродяга Они, к сожалению, до призовых не добрались Но может быть в следующий раз Если, конечно, Лига Денвера еще будет Прогноз закройте Прогноз Прогноз закрыт уже Ну что, друзья Таким образом Я вас поздравляю с окончанием Лиги Денвера Игрокам большое спасибо за участие За столь яркие матчи И, соответственно, за вчерашние матчи И сегодняшние матчи Я надеюсь Они Им понравились Понравились Эти матчи Этот турнир Ну и вообще Вся эта Лига Денверу Огромная благодарность За то, что он Проспонсировал все это дело Потратил 1000 долларов И я напоминаю Ко всему прочему Бонус Канимани Еще 3000 рублей За то, что он вышел Из группы С первого места А также Бонус Такинады Ну, собственно Тоже За то же самое Что он из своей группы Вышел на первом месте Также 3000 рублей Это дополнительный Так сказать Бонус Ну что ж Таким образом, друзья Я на этом С вами прощаюсь Надеюсь Вам понравились Сегодняшние матчи И Встретимся уже В следующий раз Наверное Уже не скоро Вот Возможно Даже не в этом году Поэтому Заранее всех Поздравляю С Новым годом, друзья С Рождеством И так далее С новогодними праздниками Всем удачи Всем пока Спасибо за внимание И До встречи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok